Дональд Трамп не меняет репертуар. Ну и в самом деле зачем, если все и так отлично работает. Одиозный миллиардер, претендующий на пост президента США, сделал очередное громкое заявление. Впрочем, подобные вещи от одиозного миллиардера слышать, ну как-то не в новинку. В интервью британскому изданию Times он рассказал, в чем видит причину всех зол и бед Евросоюзу. Мне кажется, что ЕС распадется. Уверен, если бы не проблема иммиграции, речь бы о развале сообщества не шла. Однако люди сыты по горло здесь, в Великобритании, или где-то еще, и вот увидите другие страны, последуют примеру Лондона. Конечно, для меня было бы гораздо проще сказать, давайте принимать беженцев с распростертыми объятиями. Однако в этом случае Европу через 10 лет будет не узнать. Нельзя допустить, чтобы это произошло. Верный своим принципам Трамп заявил, что на месте руководства Старого Света вообще бы не пускал в Европу приезжих. Помощь им, конечно, можно оказать. Люди все-таки в трудном положении оказались. Но нельзя позволять беженцам задерживаться в гостях после того, как им помогли, рассказал миллиардер. Необходимо отправлять их обратно и создавать так называемые зоны безопасности. Ну и, похоже, речь о своеобразных аналогах Генто. Ну и, кстати, наиболее вероятный оппонент Трампа по борьбе за пост президента США Хиллари Клинтон тоже старается хоть чем-нибудь да выделиться на фоне конкурента. И вот бывшая госпожа госсекретарь решила, ну, скажем так, не заморачиваться на политические заявления и просто приняла участие в гей-параде, который прошел в Нью-Йорке. О том, что Клинтон будет присутствовать на мероприятии, было известно заранее. Кандидат президента от демократов присоединилась к шествию на одной из улиц Большого Яблока и прошла в составе колонны несколько кварталов. Кстати, компанию ей составили губернатор штата Нью-Йорка Эндрю Куома и мэр города Билл де Блазио. Парад устроили в память жертв теракта в гей-клубе в Орландо.